всем привет мои хорошие сегодня очень интересная темка насчет не существует масса заблуждений и я с ними сталкиваюсь везде где говорят про орхидеи и хочу вот сегодня отдельно об этом поговорить со своего опыта потому что мой опыт кардинально отличается от тех советов которые дают многие на собственно на форумах в соцсетях и прочих местах и так речь идет о привычках полива и влагоемкости субстрата вот я сушильщица великая сушильщица я все боюсь залить мне вот эти гнили это кошмар и мой девиз лучше не долить чем перелить вот и у меня орхидеи да частенько первый год страдают немножко потому что они привыкли к более влажному содержанию я даю более сухое но в дальнейшем они привыкают и в общем то все идет хорошо действительно хорошо но надо вытерпеть первый год-два когда они бывают немножко печальненькие да ну это вот такой мой выбор да и такие мои привычки полива мои тараканы не вот так отзываются но зато те ребята которые там выдержали они потом неубиваемые веники но вернемся к вопросу и так кто знаете это вот такой для меня парадокс и я через это прошла и собственно к тому о чем еще буду рассказывать я пришла сама по собственному опыту и так очень многие часто спрашивают я вот всегда боюсь там залить я вечно пересушиваю что мне делать и самый частый ответ это конечно же сделайте субстрат более влажным и все новички что делают конечно же идут и добавляют мох добавляют кука чипсы добавляют в общем то обычно это мох даже не кука чипсы это такие самые известные самые часто советуемые самые которые легче всего найти которые первые приходят на ум хотя говорят что надо субстрат более влагоемким да и вот ты в это все более влагоемкое сажаешь и все равно засушиваешь свои орхидеи парадокс а все происходит из-за нашей психологии ребятки не забывайте об этом это вот наши с вами и так почему же мы делаем субстрат более влагоемким а в итоге растения все равно засушили потому что здесь дело в том что орхидеи недополучают влаги не потому что у нее субстрат недостаточно влагоемки а потому как мы ее поливаем мы с вами боимся залить поэтому мы боимся полить лишний раз полить более обильно да поэтому совет сделайте субстрат более влагоемким для нас с вами не сработает мы боимся влагоемкого субстрата и когда вы добавляете мог вы начинаете поливать еще реже потому что вам еще страшнее залить и как показала практика если ты сушильщица и страшно боишься залить то посадка в чистую кору без добавления кого-то увлажнения а посадка кору более крупной фракции чем у тебя от было позволяет тебе наладить полив и улучшить состояние орхидой почему потому что ты видишь эту достаточно крупную до фракцию коры по сравнению с тем что у тебя было да или чистую кору ты понимаешь что это очень быстро просыхает на тебя очень на твою головушку и действует мнение извне что чистая кора это слишком сухо для орхиды и ты перестаешь бояться поливать у тебя вот этот вот тараканчик ты зальешь ты зальешь уходит потому что ты видишь что крана сухая все считают что это слишком сухо и ты даже иногда начинаешь позволять себе полить чаще и ты не боишься ты просто поливаешь от души ты смотришь учит суховато полью хочет суховато полью а когда ты добавляешь мог у тебя сразу а вдруг там внутри еще не просохнула а я же сделал более влагаемки нет все таки буду поливать пореже понимаете вот он этот парадокс если а вы подсушиваете потому что не потому что там у вас как-то условия да или не потому что вы не успеваете поливать если у вас жаркие условия и не успеваете поливать то конечно вам надо добавить влагаем кости в субстрат чтобы все хорошо росло но когда вы засушиваете вот как я засушила потому что вы боитесь полить лишний раз то что вы боитесь что она загниет то вот как раз вот этот совет вы ступ повысить влагаемкость субстрата для вас с работой наоборот поэтому вы делаете наоборот субстрат для себя для своих ощущений как бы по суше и это позволяет вам лично поливать почаще и спокойно спать ночами и это на самом деле очень нормализует ваши орхидеи вот проверено личным опытом за много лет я до этого дошла сама сама попробовала и вот оно мое счастье тот же самый принцип работает и для тех кто боится засушить да то есть кто боится засушить то есть кто поливает слишком часто и у него загнивают орхидеи многие говорят сделай субстрат суши ты делаешь субстрат суши твой страх засушить не долить усиливается и ты начинаешь замачивать замачивать на всю ночь на начинаешь более часто поливать лишний раз брызгать подымать вокруг влажность и это губит твои орхидеи поэтому если у тебя именно страх что ты засушишь то возможно лучше сделать субстрат немножко более влагоемким это даст тебе расслабить свой мозг до морально то есть психологически ты выдохнешь и у тебя не будет лишний раз рука тянутся клейки потому что ты боишься что ты не доливаешь и ты засушишь вот такой вот такой вот парадокс нашего мышления парадокс взаимодействия до субстрата вот поэтому если у вас это проблема перелива или недолива замешаны именно на вашем психологическом восприятии и не работает поднятие влагоемкости если вы боитесь залить то попробуйте пойти от обратного у меня это сработало возможно это сработает и у вас это вот такой вот советик от меня вот такая интересное наблюдение действительно достаточно парадоксальная но рабочие на этом все большое всем спасибо за просмотр все солнечных дней пышных цветений пока пока